Доброе утро! Как же иногда не хочется рано просыпаться, выбираться из теплой кровати, зная, что за окном темно и холодно, прям брррр. Хочется остаться дома и никуда не идти? Узнали себя? Гоните такие мысли прочь. В это время года тоже есть свои прелести. Санки, коньки, лыжи, да и просто хрустящий снег под ногами. Все это маленькие радости большой зимы. В эфире программа «Народное утро» и я, Наталья Макарова. На календаре понедельник и мы начинаем. Первый пункт в моем списке идеального утра – зарядка. Бодрость духа зависит не только от того, сколько чашек крепкого кофе мы выпьем с утра, но и от того, в какой физической форме мы начнем рабочий день. Избавиться от сонливости, наполнить тело энергией и поднять себе настроение поможет самая обычная утренняя зарядка. Прямо сейчас мы с вами обменяем несколько минут этого утра на многие часы силы и работоспособности. А тренер по йоге солнечного Севастополя нам в этом поможет. Здравствуйте! Меня зовут Наталья Макарова. Меня зовут Татьяна Рындовская, я инструктор йоги. Сегодня мы выполним особенную практику йоги, которая поможет вам подготовиться к важной встрече. Татьяна Рындовская, я инструктор йоги. Татьяна Рындовская, я инструктор йоги. Татьяна Рындовская, я инструктор йоги. Поставьте стопы вместе. Сосредоточьтесь. Взгляд направлен вперед. Согните ноги в коленях. Коснитесь кончиками пальцев рук пола. Не поднимая таз вверх, мы толкаем вверх только корпус и руки. Сохраняйте дыхание спокойным, ровным и глубоким. Сделаем глубокий вдох и на выдохе, выпрямляя ноги в коленях, мы уходим в наклон вниз. Обхватите ладонями лодыжки и потянитесь животом к передней поверхности бедра. Постарайтесь выпрямить ноги в коленях. Опустите ладони вниз. И согнув ноги, сядьте на коврик. Вытяните правую и левую ноги прямо перед собой. Выпрямите спину, раскройте грудную клетку. С ближайшим вдохом через стороны поднимите руки вверх. Плавно поднимитесь вверх. Согните ноги в коленях и сядьте скрестив ноги. Положите ладони на коленях, прикройте глаза. И на несколько секунд останьтесь наедине с самими собой. Понаблюдайте за своими мыслями, удерживайте концентрацию вверх. Соедините ладони в центре грудной клетки и разотрите их до ощущения тепла. Откройте глаза. Сегодняшняя наша практика была посвящена тому, как с помощью занятий йогой мы можем подготовить себя к важной встрече. На следующем занятии мы поработаем над гибкостью суставов. Хорошего дня! Субтитры создавал DimaTorzok Ежегодно 9 декабря отмечается День Героев Отечества России. Об этой памятной дате узнаем далее. День Героев России. Традиционно с 2007 года отмечается 9 декабря. Но эта дата была знаменательной и раньше. Праздник имеет глубокую историю. Еще во времена Российской империи в этот день Екатерина II утвердила императорский военный орден Святого Георгия Победоносца. Тогда это была самая высокая награда для воина, который проявил свою отвагу и доблесть в бою. В разные годы высшими наградами Отечества были удостоены воины, пионеры и люди труда. Всего ордена получили более 12 тысяч человек. Подвиг мужества и смелости этих людей навсегда останется в памяти нашего Отечества. В Саранске в этот день проходят праздничные мероприятия, лекции. В школах организуются концерты, детям рассказывают об истоках праздника, чтят память героев Отечества, чьи имена навсегда вошли в историю. Рассказывать подрастающему поколению о героях Родины необходимо и важно. День Героев Отечества – праздник настоящих защитников и патриотов своей страны. По народному календарю 9 декабря отмечается Юрьев день или День Егория Холодного. В этот день наши предки утепляли дома, погреба и сараем. Двери обивали рогожей или войлоком. Считали, что именно в этот день медведь в берлоге впадает в зимнюю спячку. За окном становилось действительно холодно. Люди отправлялись к колодцам и слушали воду, пытаясь определить, какой будет зима. Если вода была спокойной, то и зима будет теплой без вьюг. Если же в колодце вода бурлила, то грядут морозы и метели. От народных примет переходим к погоде. Сегодня в Мордовии пасмурно, местами снег. Температура воздуха от нуля до минус одного градуса. Ветер юго-западный – 9 метров в секунду. Атмосферное давление – 738 миллиметров ртутного столба. Гороскоп на день сегодняшний сулит успехи в интеллектуальной деятельности. Особенно хорошо будут удаваться творческие и креативные задачи. День подходит для занятий медитацией, для самопознания и внутреннего анализа. Ну а более подробный прогноз для каждого знака зодиака смотрите далее в «Народном утре». Овны. Сегодня вы нетерпеливы, остро реагируете на критику, близко к сердцу принимаете любые замечания. Не исключены разногласия с людьми, с которыми прежде удавалось без труда договориться обо всем. Тельцы. Будет много переживаний и волнений, часто они будут лишены каких-то серьезных оснований. Сегодня вы склонны любой пустяк принимать близко к сердцу, терять спокойствие из-за мелочей. Не исключены рабочие конфликты. С коллегами и деловыми партнерами будет трудно найти общий язык. Близнецы. Неплохой день, хоть и не слишком плодотворный. Лучше всего он подходит для общения, а в особенности для обсуждения планов на будущее. Такие разговоры вдохновят вас, даже если собеседнику и не по вкусу ваши идеи и замыслы. Не исключены приятные знакомства. Они могут положить начало романтическим отношениям, если вы захотите этого и проявите инициативу. Раки. В начале дня многое будет идти не так, как вы ожидали. Но переживать вы будете не столько из-за этого, сколько из-за поведения окружающих. Кажется, что даже самые разумные и осторожные теряют голову, паникуют и совершают один промах за другим. Исправлять чужие ошибки придется вам, и это тоже окажется довольно утомительным занятием. Львы. День сам по себе неплох, но вы рискуете испортить его, если будете слишком большое значение придавать мелочам. Нет ничего обиднее, чем зацикливаться на какой-то незначительной проблеме и упустить важную возможность пройти мимо проекта, обещающего большой успех. Девы. Благоприятный день для самых разных дел. Вы энергичны и стараетесь каждую минуту использовать с толком, поэтому успеете сделать много полезного не только для себя, но и для окружающих. Будет возможность побывать на каких-то интересных мероприятиях, а заодно познакомиться с необычными, даже выдающимися личностями. Вы наверняка им понравитесь тоже. Курьезный случай произошел в штате Северная Каролина. Лось, пришедший погостить во двор к одному из жителей, видимо, настолько хотел отдохнуть и расслабиться, что запутался в гамаке. К счастью, в полиции города служат неравнодушные люди, которые вовремя пришли на помощь и спасли лесного жителя, попавшего в такое затруднительное положение. Забравшись на крышу, помощник шерифа сумел перерезать веревки, крепившие гамак к дереву, так что пленник получил свободу. Ну а сейчас мы переходим к подборке самых свежих и актуальных новостей, специально подготовленных для вас в следующей рубрике «Другие новости». Госавтоинспекция России планирует исключить штрафные баллы из процедуры оценки практического экзамена на получение водительских прав, передает РИА Новости. В настоящее время научный центр безопасности дорожного движения занимается этой проблемой. К 1 октября 2020 года мы планируем, что на результатах этого научного исследования «Мы придем к какому-то выводу. Как более правильно мы сможем оценивать навыки кандидатов водителя при сдаче практического экзамена. Предварительно предполагаем, что от штрафных баллов уйдем», прокомментировал замначальника отдела организации регистрационной и экзаменационной деятельности Госавтоинспекции России Николай Геляков. Зампредкомитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышев призвал крайне внимательно отнестись к вопросу создания общей для всей страны системы оплаты труда учителей. Почеркнув, что сегодня наблюдается существенный разрыв между заработными платами среди регионов, сообщает РИА Новости. Депутат также предложил установить единую систему поощрений для педагогов. Ранее член Совета Федерации Виктор Смирнов выразил мнение, что необходимо создать общую для всех регионов систему оплаты труда учителей. Он сообщил, что сенаторы обратятся с этим предложением к правительству. На решение вопроса может уйти приблизительно год. Почти половина жителей России считают врачей и сотрудников МЧС героями нашего времени, передает ТАСС со ссылкой на результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. Согласно данным, респонденты также назвали героями служащих в горячих точках, полицейских, учителей, чьи ученики достигли особых результатов. 21% респондентов отметили волонтеров, которые оказывают безвозмездную помощь. Среди основных черт, присущих современным героям, респонденты назвали честность, порядочность, справедливость, ответственность и человечность. Продолжение гороскопа для оставшихся шести знаков зодиака далее в Народном утре. Весы. Вы быстро учитесь новому, легко усвоите информацию, которая может пригодиться. Сегодня это полезно. Могут появиться задачи, для решения которых старого опыта окажется недостаточно. Скорпионы. День спокойный и приятный. Он подходит для того, чтобы вернуться к старым делам и довести их до конца. Будет возможность исправить какие-то давние ошибки, наверстать упущенные. Если что-то идет не так, как ожидалось, вы не теряетесь, а вдохновенно импровизируете. Именно это позволит вам сегодня достичь успеха. Стрельцы. Можно добиться успехов в работе или учебе, но для этого придется приложить усилия. Хотя сегодня вы предпочли бы расслабиться и приятно провести время в хорошей компании, но для представителей знака это едва ли возможно. Нужно быть осторожнее с деньгами. Вероятны финансовые потери, неудачные покупки. Козероги. Вы стараетесь как можно быстрее добиться успеха, но усилия часто оказываются напрасными. Очень трудно придется тем, кто не любит строить долгосрочные планы и предпочитает действовать по ситуации. Таким представителям знака отсутствие разработанной стратегии помешает достичь поставленных целей. Водолей. День сложится удачно, если вы не станете ждать от него слишком многого. Ставить перед собой нереальные цели сегодня просто опасно. Пытаясь достичь их, вы рискуете допустить ошибки. Нежелательно связывать себя какими-то обязательствами. Очень важно сохранять свободу действий. Рыбы. Вы слишком подозрительны и недоверчивы сегодня. Во всем ищете двойное дно и тайный смысл. Это очень утомляет, даже если ситуация в целом складывается неплохо. Вы боитесь расслабиться и ждете подвоха. Нетрудно будет справиться с текущими делами, а вот за какие-то сложные масштабные проекты сейчас лучше не браться. Модный и оригинальный шарф является стильным аксессуаром для многих представительниц прекрасного пола и незаменимым дополнением в каждом стильном луке. Как правильно носить шарф, нам рассказала имидж-тилист Анна Мерзаянова. Аня, привет! Какие у тебя красивые сережки! Привет! Да, помнишь, когда мы с тобой разговаривали об аксессуарах, я говорила об одном из трендов, что сегодня принято носить нарядные серьги с повседневной одеждой, поэтому я сегодня в тренде. Как здорово! В следующий раз я тоже так обязательно попробую сделать. У нас наступила зима, и как-то хочется утеплиться. Что ты можешь сказать про такой элемент одежды, как шарфы? Да, согласна. Когда становится холоднее, укутаться нам хочется еще сильнее. И в помощники нам приходит шарф. Я очень рада, что мы затронули эту тему, потому что очень много ошибок, стилистических ошибок, я вижу на девушках и женщинах, которые носят шарфы. И с удовольствием поделюсь и расскажу, каких же ошибок не стоит совершать. Самая главная ошибка – это то, что очень многие женщины продолжают носить зимой шарфы, которые они носили еще осенью, сочетая их с плащами. Я еще раз хочу подчеркнуть, что одежда одета не по сезону, это признак бескусицы. Вот, например, такой вот тонкий шарф, смотрите, вот, он даже практически прозрачный, как морлевка. А многие девушки почему-то надевают на пуховик. Это смотрится нелепо, и потом он нисколечки не согреет. Ошибка номер два. Как я уже неоднократно говорила, в моде легкая небрежность. И вот замечаю, что очень многие девушки и женщины раскладывают шарфик у себя на шее очень аккуратненько, знаете, так вот как будто прямо мама вас собрала в первый класс. Это смотрится немножечко смешно. Вы, когда его завязываете, не стоит вот так аккуратненько раскладывать. Немножечко встряхните, подсоберите так вот небрежно, намотайте, как, знаете, такой, как свободный художник, как Астап Бендер. И тогда образ будет более стильный. Следующая ошибка. Так как многие из нас, да и я в том числе, носим пуховики и создаем такие более спортивные образы, добавляя и обувь также спортивную, то, конечно же, и шарф должен быть спортивный. Ну, например, я покажу, да, он вязанный, какие-то снежинки могут быть, олени, или он может быть однотонный. Но он должен быть не классическим, ни в коем случае там не шелковым, не с цветочками. Это вот, к сожалению, очень частая ошибка. Далее. Еще мне хотелось рассказать про снут. Это вот такой вот шарф, который вот надевается вот так на шею. Давно они, не то, что это модно это или не модно, но он давно появился в нашем гардеробе, и многие их носят с удовольствием. Но кому такой шарф противопоказан? Если у девушки не длинная шея, то, конечно, ей этот шарф противопоказан, потому что, когда вы надеваете этот шарф, он полностью сконцентрирован вокруг шеи и создает большой объем, тем самым совершенно скрывая шею, которая и так не длинная. Поэтому в этом случае снут противопоказан. И очень часто девушки, когда заходят в помещение, не снимают шарфик, оставляют его как аксессуар. Вот опять-таки у девушек, у которых шея не длинная, вот этот аксессуар противопоказан. А какие расцветки шарфов носят зимой? Расцветки могут быть разные. Это может быть однотонный шарф, это может быть шарф в клетку, который очень в моде сегодня, может быть такая классическая гусиная лапка. И также шарфы могут быть и в цветочек. Но очень важно только понимать, что фактура этого шарфа, она должна быть зимней. Он может быть тоненьким, но при этом, например, он шерстяной. А так, обращайте внимание на фактуру. Она немножечко вот такая вот рыхлая, возможно, он будет вязанный. А давай уточним про формы. Про снут я узнала. Какие есть еще формы? На самом деле это так, как вам удобно. Мне, например, зимой нравится шарф, который можно сложить в косынку. И так его легче всего надевать. Вы вот здесь его... Все. Сзади подвязали. И у вас уже здесь легкая небрежность и объем. Очень-очень удобно и комфортно. Но при этом классический, конечно, шарф. Это вот такой вот длинный шарф. Поэтому форма та, которая вам нравится больше, с которой вам удобнее. Мне вот очень нравится шелковый платочек. Расскажите его как носить, с чем носить. И вообще он сейчас актуален? Ну, смотрите, шелковый платочек вас, конечно же, не согреет. Но он всегда актуален. Это, конечно, добавляет определенного шарма образа. Например, такой платочек можно использовать вместо украшения на шею. Очень классно сочетать такой платочек с белой рубашкой. Это актуально, да. Они, вот, скажем, прошлым летом вошли снова в моду и активно предлагались как аксессуар в женском гардеробе. Ну, то есть его зимой носить можно? Можно, да, конечно, в помещении. Вы можете его вот так вот сложить. Я сейчас так вот... И связали. И вот так вот, например, сверху надели белую рубашку. Можно скрутить посильнее и прям вот взять вот так. Ну, знаете, это, конечно, это подходит не всем. Безусловно, нужно иметь длинную шею, чтобы была возможность ее прикрыть. И, конечно, определенный стиль, чтобы это выглядело уместно, интересно и стильнее. Ну, то есть, а вы мне могли бы посоветовать? Мне подойдет такое? Конечно, подойдет. У вас очень длинная шея, да. Вы очень часто носите белую рубашку, поэтому попробуйте подвязать платочек. С женщинами у нас стало все понятно, а мужчины носят шарфы. Да и мужчинам, конечно, нужно носить шарфы обязательно. Но мы помним, что мужчины у нас консервативные. Они не будут выбирать из всех цветов радуги. Поэтому в этом случае я мужчинам рекомендую шарф в клетку. Это всегда добавит стиля их образу, лаконичному образу. И самый такой распространенный способ завязать мужской шарф – это итальянский узел. Когда мы складываем вдвое, поэтому такой шарф подойдет и к пальто, и к пуховику в клеточку. И будет смотреться очень стильно. Ни в коем случае только мужчинам не нужно носить шелковые платочки с косичками. Вот это уже немножечко прошлый век. Спасибо, Аня, за интересную и полезную беседу. Спасибо вам. В 20 часов 15 минут смотрите новый выпуск программы «Покатушки». Вы познакомитесь с передвижной криминалистической лабораторией, предназначенной для выезда экспертов-криминалистов с набором технических средств на место происшествия. Бытует такое мнение, что женщины ничего не понимают в машинах. Однако мы готовы развеять этот миф. Каждый понедельник смотрите на телеканале НТМ программу «Покатушки» с Натальей Макаровой. Эта неугомонная девушка узнает все о транспорте, на котором ей предстоит покататься. Дрифткар, снегоуборочная машина, троллейбус – это неполный список освоенной техники. Включай народное телевидение Мордовия в понедельник после вечернего выпуска народных новостей. И узнаешь, какой транспорт Наталья освоит в этот раз. Внимательно следите за эфиром народного телевидения Мордовии, чтобы не пропустить самое интересное. Настало время попрощаться с вами, дорогие телезрители. Сегодня в студии была я, Наталья Макарова, и программа «Народное утро». Пусть ваш понедельник будет радостным и полным положительных эмоций. И да, если вам есть чем поделиться и что рассказать, пишите нам. Адрес вы видите на экране. Все выпуски программы «Народное утро» смотрите на YouTube-канале НТМ-13. Хорошего дня и до скорых встреч в эфире. Субтитры сделал DimaTorzok